Добрый день, друзья! Добро пожаловать на Кухню Умелой Хозяйки! Печём очень вкусный торт, который называется Орешки в шоколаде. Название само говорит за себя. Если вы любите орехи, шоколад, песочные коржи, то этот торт именно для вас. Красивый в разрезе, делается, как всегда, просто. Смотрите в описании к этому видео количество ингредиентов. Итак, в первую очередь я подготовлю арахис. У меня сразу же очищенный, я его высыпаю на сковородку сухую, немножко поджариваю и измельчаю в блендере до средней фракции, так, чтобы были довольно крупные кусочки. Чёрный шоколад, две плитки по 85 граммов, тоже измельчаю в блендере до крошки. Всё это подготовила, буду делать тесто. Заранее я отделила желтки от белков. Желтки высыпаю в чашу миксера, добавляю соль, сахар и взбиваю до посветления массы. Она должна стать пышной и практически белой. Далее добавляю сюда мягкое сливочное масло, столовую ложку сметаны. И снова всё взбиваю до объединения, так, чтобы разбились комочки масла. И далее частями уже буду просеивать муку и замешивать тесто. Вначале, как всегда, делаю это ложкой, ну а затем уже буду собирать тесто в один комок. Во вторую часть муки я добавляю разрыхлитель. Этот момент у меня не заснялся, поэтому обязательно не забудьте это сделать. Все продукты и всё количество укажу в описании к этому видео. Собираю тесто в один комок, долго не вымешивая. Припыляю стол мукой, выкладываю тесто и просто обваливаю его в муке. Стараемся на столе уже его не вымешивать, а просто сформировать колбаску. Очень мягкое, нежное тесто получается. Сразу же делим его примерно на три одинаковые части. В холодильник класть это тесто не нужно. Можно сразу же его распределять по той форме, в которой будем выпекать. Я её застилаю пергаментом и одну часть теста сразу же по форме распределяю. Оно также очень хорошо поддаётся раскатке. Здесь уже делайте как вам удобно. Можно либо раскатать на пергаменте, либо делать вот так, как я. Просто руками по форме распределять. Отставляю пока в сторонку и оставшиеся яичные белки буду взбивать со щепоткой соли и сахара до устойчивых пиков. В принципе, их сильно добиваться и не нужно, но масса всё равно должна увеличиться в объёме. Далее мы добавляем сюда какао, желательно брать вкусное. И снова я всё это перемешиваю на низкой скорости, так, чтобы не взлетало в воздух. Обязательно помогаю лопаткой, чтобы масса стала однородной. И белковая прослойка готова. Получается она такого приятного цвета и очень-очень вкусная. Белки делю на три части и одну часть наношу на подготовленное тесто. Распределяю ровным слоем и буду посыпать орешками и шоколадом. Духовка к этому времени должна быть разогрета на 180 градусов. Выпекается такой корж примерно 25-30 минут. Смотрите по своей духовке. Белки должны немножко приподняться и тесто слегка зарумянивается. Также хочу отметить, что белковая прослойка в этом торте хрустеть не должна. В общем-то, шоколад я тоже разделила примерно на три части. Можно также взвесить, чтобы было примерно одинаково. И всё, выпекаю такой корж. Далее я его достаю из духовки и сразу же перекладываю на решётку остывать. И далее подготавливаю следующую часть теста. Точно так же наношу белки, посыпаю орехами, шоколадом и выпекаю. И у нас получается три одинаковых коржа. Кстати, вот уже к тому моменту, когда я выпекаю последний корж, как можете отметить, белки, конечно, немного оседают, но всё равно они в совершенно нормальном состоянии. Посыпаю последней частью орехов, шоколада и выпекаю. Не сложные манипуляции, хотя всегда в этих тортах-плясках такая вот присутствует многослойность. Но на поверку, когда всё это начинаешь делать, то понимаешь, что это не сложно. Испекла все три коржа. Они у меня на решётке. Обязательно должны полностью остыть. Как можете заметить, сначала они мягкие, но когда остывают, они становятся такими стабильными. Готовлю крем. В миске у меня сгущённое молоко, обычное, не варёное. К нему я добавляю какао и перемешиваю. Мягкое сливочное масло взбиваю до посветления и пышности. И далее по одной столовой ложке добавляю сюда сгущённое молоко с какао. Всё это взбиваю, объединяю и получается очень-очень вкусный крем. Обязательно нужно вот так лопаткой помогать. Но в данном случае у меня вот именно миксер равномерно не перемешивает. Поэтому следить за тем, чтобы не оставалось масло, не объединённое вместе с какао и сгущённым молоком. Всё, можно собирать торт. Я сняла пергамент, выкладываю один корж. Крем делю на две равные части. Наношу одну часть крема на корж, распределяю. Ну и далее всё по классике. Выкладываю второй корж, вторую часть крема и сверху последний третий корж. Традиционно такие торты-пляцки не украшаются. Выглядят они и так симпатично. Но если вы хотите, вы можете залить ещё сверху, например, шоколадом. Ну, просто кремом смазать предполагается ещё, что чем-то ещё нужно будет украшать. Поэтому по классике я верх торта не украшаю. А также можно, конечно, что-нибудь придумать интересное, если, допустим, нужно так, чтобы торт выглядел совсем уж празднично и торжественно. Хотя именно в таком виде эти торты и подаются. Ставим в холодильник на ночь или на 12 часов. Хочу отметить, что этот торт не влажный. Как вы можете понимать, это коржи суховатые, песочные. Но он отлично пропитывается этим кремом. Более никакой пропитки делать не нужно. В общем-то, очень вкусный, самодостаточный торт. Пробуйте, пишите отзывы в комментариях. Всем желаю мира и добра. Пока!